Прославить Господа творчеством, которое было создано руками человека по его благословению. Это важно было понять всем собравшимся. А духовная польза и умиротворение, царившее во время торжественного открытия, которое ощутили все неравнодушные, не сравнится ни с чем. Здесь важно было почувствовать духовную связь с Богом и насладиться той неповторимостью, которая открывает для человека мир Божьей любви. Такая красота, которую мы видим, она обогащает всякого человека, и православного, и неправославного, и церковного, и не церковного. Человек создан по образу и подобию Божьему. В каждом из нас есть талант, который дает нам Господь. Красиво все делает, это призвание человека, красиво делать все. Конечно, красиво жить не в материальных пониманиях, а в духовных, и выражать свою внутреннюю духовную красоту через делание добрых дел, через те вещи, которые мы сегодня с вами едим. А каждое благое действие важно начинать с молитвы. Именно поэтому перед открытием выставки был отслужен совместный молебен. Он сопровождался хором Борисской епархии с необыкновенными, пронзительными и завораживающими произведениями и песнопениями. В экспозиции выставки около ста церковных предметов, иконы, священнические архиерейские облачения, детали плащаницы Спасителя, Божьей Матери, архиерейская митра и многое другое выполнены разными техниками-монахинями женского Рождества Богородицкого монастыря. Они точно знают, чем меньше размера работа, тем тяжелее и дольше придется ее выполнять, поэтому процесс создания тонкий и кропотливый. Необходимо отметить и центральный экспонат выставки, который еще находится в процессе изготовления. Облачение из парчи для храма святителя Спиридона Тремифунского на острове Корфу в Греции – это первая работа монастыря, который отправится за рубеж. Оно исторически, знаете, как-то так сложилось, что всегда с древних времен, особенно в женских обительах, были развиты какие-то мастерские, то есть шевальные, швейные, золотошвейные. Поэтому оно, когда монастырь организовался в 2001 году, практически почти что сразу само собой так сложилось, что сестры начали заниматься этими работами, то есть какой-то вышивкой, шитьем. Открытие выставки – уникальная возможность для брещан, но в виде церковной атрибуты, а также предметы, предоставленные фондом музея. Важно просвещаться и окунаться в православный мир, ведь сегодня культурное наследие в жизни нашего народа занимает одно из самых важных мест воспитания не только молодежи, но и людей старшего возраста. Выставка актуальна, как актуальные такие понятия, как доброта, милосердие, духовность. Конечно, она и информативна, потому что не все, скажем так, миряне, каждый день соприкасаясь с церковью, знают, для чего нужны те или иные церковные предметы, но эта выставка, она, конечно же, учит в первую очередь духовности. И мы надеемся, что все посетители этой выставки и нашего музея вынесут для себя что-то хорошее, что-то светлое. Благодаря выставке, которая будет находиться в художественном музее до 12 мая, у брещан есть возможность воскресить себе всё доброе, что заложено у них внутри.